Так, всем привет, ребята! Сегодня у нас видео снова с работы, потому что мы работаем каждый день. Каждый день с работы, потому что мы работаем. Я покажу, что я работаю, а не где-то там отдыхаю каждый день. Вот. Мы едем в туннель. Время на минуточку 8.00, а мы уже в туннеле. У нас очень много работы сегодня, так что он будет насыщенный видеоролик. Нервный, наверное. Посмотрим. Тут вон сделали, да, сколько? Че не сколько? Сколько людей идёт, смотрите. Идут, инут. Скорее бы они все сделали, чтоб нам... Ого, сколько сделали! Ещё одну линию. Тут пока, посмотри, не покрасим? Не-не, мы двадцать восьмую делали, двадцать седьмую надо. Двадцать седьмую надо снимать. Двадцать шестую, вот двадцать седьмая. Поворачивай. Вот тут сколько... Ой, ладно, тут есть итальянцы, которые не хотят, чтоб их снимать. Короче, всё, приехали. Мы приехали, и вышло. Ещё, короче, не готова. Десять-пятнадцать минут сказали подождать. Вот, будет там лихомест. Я сказала, там надо убрать сетку с моего молиона. Всё нужно убрать. Ходят разные, смотрят, что я снимаю. Вот, люди там ходят. И там ходят, сзади, короче. Дело темнее, чё ротинозидно. А что, вот твоя рация? Ты тоже берёшь рацию? Ну что, сейчас заряжал? А ты сейчас берёшь с собой рацию? Бери с собой рацию. И фонарик нужен. Бери с собой рацию, чтоб ты мне говорил, что там происходит. Бери с собой рацию сейчас. Я с собой возьму рацию. Я фонарики хочу пока. Чтоб ты мне сказал, что там поставили, не поставили. А вон ещё едут. Короче, сейчас наедут разные сюда. Короче, позвали меня, взяли раньше время. И теперь я как-то вилка стою. Утану всё. Когда они там разделятся. Ей-богу. Вот такие, короче. Стоять, ждать там. Короче, у меня тёмка здесь с этими ребятами. Поэтому сегодня очень гладко и нехорошо. Они слишком зазвездились. Ужасно, если честно. Это такая работа. Вот видите. Там дебилов хватает, если честно. Ещё и я тут стою. Это всё наблюдаю. Там Алик стоит, наблюдаю за этим всем. У меня. Ну, ещё, ну, сказали 10 минут, 15. Уже, блин, полчаса прошло. Я бы лучше в офисе сидела, а не была вообще. Не знаю. Другую работу пришла бы делать. Короче, ребятки. Хожу я по туннелю. Гуляю. Такой красивый у нас туннель. Ровненький. И тут красивый туннель. Вот. И иду я... Это я туда прошла, получается, 250 метров. Чуть дальше ещё прошла, Маш, метров 300. Иду обратно. Вот это знаете, почему меня там задержали? Я говорю, ну, типа, почему я стою, жду? Зачем ты вызвал меня раньше, если я стою, жду? Он говорит, чтоб ты просто не пошла на другую работу делать, а потом мне пришлось бы ждать. Представляете? Чтоб я просто не пошла на другую работу, чтоб ему быстрее сделать. Поэтому он держит меня возле себя. Чтоб я тут, типа, работаю, и никто другой меня не вызывал и не тревожил. Представляете? Я, короче, в шок. И лучше бы я сидела бы в офисе, чем ты-то сидишь в ожидании. И там работа на 5 минут, а жду я уже, сколько, полтора часа, наверное. Сегодня день начался просто с невезений. Таких. Всё, Макс, он сейчас ответит. Тут чуть-чуть перерыли. Взяли уровня, а, дорогу. Тут две дороги, что ли, будет. Две, да. Непонятно, короче, там дебилов полно. В общем, дебилизм разведает. Это возраиль. Короче, продолжается всё это безумная история. Дальше. Сейчас уже время 9.40. И я опять ездила в туннель. 9.20 дня говорили в туннель. Я опять поехала туда. Ничего там не изменилось. Обратно я психанула. Уехала, хотела полезть наверх, чтобы, ну, типа, сделать... Такое, знаете, чтобы я была наверху, а им надо было срочно это делать. Но потом Марик меня переубедил. Говорит, поехали в опис. Потом поедем туда наверх, потому что бы не ходить туда-сюда, вверх-вниз, не спускаться, как бы не делать балаган. Ну, ладно. Сказали, через полчаса. Посмотрим. Я просто в шоке. Вот это иногда вот такой дебилизм страдает, понимаете? Хотя есть ещё один геодезист. Ну, может, приехать, подменить, как бы. Но они не хотят. Вот. Роксана, ты приедешь. Нафига вот это? И весь день у меня такие планы были на день, что вот я эту работу сделаю, эту работу сделаю. Как бы середина дня, я освобожусь, и всё. А сейчас растянули работу на весь день, короче. Ужасно, ладно. Так, ребятки, как вы видите, я уже вернулась в туннель. Время... Сколько у нас? 10-13. Время. И получается... Даже полчаса не прошло, меня позвали. Позвали обратно седан. Видите, сначала нишу надо поставить. Поставить большой колнице. В общем, нельзя планировать ничего. Все планы, коту подход. Как говорится, идут. Ладно, ждём. Все время у меня... 11.30, мы ещё здесь работаем. Ещё я съёмку не делала. Теперь жду, когда они разложат всё это. Ну что, в 12 как раз поедем уже на обед. Короче, ну и дальше. Мальчик нормальный такой, один арабский дочь. Они царих мудет. Мы едем. Так иди, мам. Синдот, это лепший. Царих мудет. Царих мудет. Царих, царих, мама моя. Мама моя. Хочи дальше. Ой, тут ели, блядь, со своими этими. Короче, 11.40, мы выезжаем с туннеля. А заехали во сколько? В 10. Нет, это какой раз здесь? Мы приехали. Третий раз. В 8 часов первый раз мы приехали. И мы не сидели в Месраде. Мы в Месрад ехали, 10 минут уехали. Даже 5 минут нам позвонили и уехали. Короче. В пятки всё, я уже наверху. Такой прекрасный вид сверху. Но это всё. О, смотрите. Наши офисы вот там. Да, я обычно стою и смотрю сюда. А теперь наоборот. Отсюда смотрю туда. Там где-то мой чемодан. Донесли на одной лестнице. Один понёс на другой лестнице. Другой, короче. Всем миром, так сказать. Донесли. А Костя работает. Сейчас придёт. Сейчас догоняет. Догоняет внизу. Марик, я пошла вперёд, а Марик потом... Вот и Марик уже подходит. Короче, все уже подходят. Марик, ты что так долго? Марик. Ты что так долго? Я уже полчаса тебя жду. Я буду сидеть. Вот там, где вот этот человек стоит. Чуть-чуть там. В тенёчек. Вот этот полигон. Я в тенёчек там, где тот человек садит. Ты понял? Я с одной точки тут всё сниму. Вон, дих ты сколько. Завались. Вот, всё. Пришли. Там столб вижу, тут вижу, тут столб вижу. Тут ещё есть полигоны. Вот этот, видишь? Да. Вот этот. Всё вижу, мой. Тебя вижу. Ты нормально поднялся? Нет. Чё? Плохо было? Ну, чего это? Не знаю. Мне помогли туда-сюда донести. Не, подожди ещё. Да, я ещё не готова. Марик, он работает. Марик опять выдёргивается, не хочет работать. Виктор, примите мер. Что это? Что это за полоса? Её ж нету. Жизнь. Что это такое? Марик, над тобой солнечный свет. Как будто из рая пришли за тобой. Такой свет. Марик, вот эту борзель, наверное, убери к себе. Среднюю. Борзель? Да. Чё ты прибор так долго думаешь? Дочка записана. Следующая. Вот. Марику так надо 32 раза. Присесть, встать. Присесть, встать. Он ещё курить избивает. Со всего этого. И над ним ним, видите, светится на голову. Мы с Мариком уже поработали, наработались. Он Марик. Я говорю, давай сфоткаемся. Он не хочет, а я сфоткал. А он меня сфоткал несколько раз. Я ещё сфоткалась. Приму, там, смотрите, как красивая панорама города. Классно же? Классно. Всё, спускаемся вниз. Берём чемоданчик. Подожди. Идём. Видите, какой он чемоданчик? Какой чемоданчик? Мне кажется, что это застегнул. Кого? Австатив? Застёг. Я беру чемоданчик. Вот. Что-то хватит. Я не знаю, что это за мужик. Первый раз я вижу. Что он делать будет? Бетон заливать, может? Хочу снизу показать вот эти воздуховоды. Так красиво они получились. Я пошла потихоньку спускаться. Там внутри встретимся. Я пока покажу людям, как красиво воздуховоды получились. Вот эти, видите? Отсюда так себе трубы. Так пройти. А снутри красиво. Снутри красиво очень. Прибор весит всего лишь килограмм десять. Вот этот прибор. Тут такая лестница. Они очень удачные. Поэтому вот так лучше сделать. А тут уже нормально. Видите, лестница человеческая. Так сказать. Хотя мы бы заходили. Я откуда знаю? Ты хочешь, чтобы он тебя понёс? Он вряд ли согласится. Вот спустили ещё чуть ниже, потому что не снимала весь спуск. И вот, смотрите. Вот эти воздуховоды. Сверху, смотрите. Наш Симон. Вот небо там видно. Классно. Отсюда красиво. Прям так, да, Марик? Тебе нравятся воздуховоды? А кто делал? Кто делал? Кто Симанин? А кто Симанин? Вот тело. Но это не я Симанила, между прочим. Но не я. Всё, идём туда дальше. Вот так вот стройка. Видите, вы выглядаете изнутри. Всё нормально. Всё, теперь спускаюсь по этой лестнице, телефон прячу в карман. Но всё-таки мне жалко будет, если телефончик упадёт. Вот, видите. Спуск прошёл успешно. Ой, этот... И этот спускается. Знали вы? О, мальчик. Ну, да, Лев. Попался. Дорога. Да. Два грамма понисти. Ну. Тоже такие помощнички. Так. Мы снова, короче, приехали в туннель. Не прошло и три года. Сколько времени? 15-15. Время. Мы уже спустились. Приехали в офис. Посидели пять минут и уехали. Ну, всё. А Марик вообще даже не выходил с машины. Такая наша доля. Пописка. Сегодня очень насыщенный день. У нас на переключении. И мы опять работаем с такими, короче, придурочными. Честно сказать, не знаю даже как. Короче, мы с ними работаем. И они с нами. Не знаю, кто за кого считает. Да ладно, нас нам где нужны. Те же пчелы. Я просто не могу с ними работать. Это было жесть. Всё. Начальник ушёл. Пиши, пропало. Нечего там делать вообще. О, это как будто я в зоопарк попала. Как будто в зоопарке отбиваешься от обезьян, короче. Да? Это вот как будто в зоопарке от обезьян отбиваешься. Это просто жесть. Такие конченые, просто. Блядь, это пиздец. Как можно такими быть? Я не понимаю. Всё, хватит снимать. Нафиг надо. Я больше не буду работать. Нету начальника. Пошли все в жопу. Это цирк мне нафиг не надо. Я что, в детском саду чешу. Не надо, не надо. До свидания. Короче, пришла в офис. И надо снимать стресс. Вот, киндер открою. И смотрю, мастер-шеф. Что мне помогает расслабиться от этого всего. О, коллекция. Прикиньте, ещё одна коллекция. Вот это, да. Вот это я рада. Да, представляете, коллекционная. Вот, у меня вот есть уже акула, смотрите. И вот ещё одна коллекция. Вот это я безумечка. Скажи, вот. Сейчас Марик меня зовёт. Что там такое? Смотри, что это делает? Она её сидит вот так, бац. Батл приходится. Как это, как боксёрская игрушка. Ну так ощё. Ты же повесила ей игрушку. Смотри, 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 смотри. Смотри. Смотри, смотри. Вот так что и играется. Всё, я ушла. Вот сейчас опять будет. Не надо. Сейчас опять будет. Шкрептись невозможно. О. Шкребётся. Я иду в туалет, она идёт за мной, потом стоит и мявка и там. Представляете? Вот, смотрите. Такая игрушка. Вот это у меня. А можно ещё на 4 лапа его ставить. Вот так вот. Они типа крутятся, тело. Ой, что-то не могу поставить. Ну, короче, вы поняли, да? Как это работает. И тут тоже у этой хвост можно поднимать, опускать. Вон, видите? Гнётся. Такая, короче, фигня. Прикольно. Я просто купила киндера, потому что мне понравилась коллекция этих игрушек. Хоть что-то нормальное. Хотя раньше были намного круче. Рюот, рюот. Кричи. Она закричит, как ты звал меня. Не так? Роксана? Угу. Роксана, Роксана, ты рожи. Ты едешь или нет? О, у меня прическа такая. Всё, короче, мы едем домой. Ну, работались мы сегодня. Кошечка там бегает. Пробежала. Всё. Уехали, а море что-то нервовать.